За неделю в Сарове произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. В одном случае под колеса попал пенсионер, который переходил дорогу поздним вечером на улице Балыковской. Три другие аварии произошли в старой части города. На нерегулируемых пешеходных переходах на перекрёстке Ленина и Фрунза в разное время были сбиты два человека. Девочку-подростка с места аварии госпитализировали в реанимацию. В результате ДТП пешеход девочка получила телесные повреждения в виде ушиба головного мозга, закрытого перелома свода и основания черепа справа и субдураидальной гематомы слева. Вечером она переходила дорогу напротив дома номер 7 по улице Ленина и угодила под колеса проезжающего автомобиля. Водитель двигался, соблюдая скоростной режим, но всё же не сумел вовремя нажать на тормоз. В тот вечер шёл дождь и видимость была ограничена, но, как говорят сотрудники госавтоинспекции, на полученной с видеорегистратора записи пешехода прекрасно видно. Тем более, что девочка была одета в заметную одежду. Куртка тёмная, на капюшоне световозвращающие элементы, светлые джинсы и светлые рюкзаки, опять же, видно девочку очень хорошо. И на капюшоне видно, что мелькают вот эти вот световозвращающие элементы. Другому пешеходу на этом перекрёстке повезло больше. Хотя удар автомобиля был достаточно сильным, но госпитализация мужчине не понадобилась. От удара пешехода отбросил настоящую автомашину «Мерседес Бенц» и в результате ДТП пешеход, который 57-го года рождения, получил телесные повреждения в виде ушибов, ссадин правого тазобедренного и левого локтевого суставов после осмотра врачом был отпущен домой. Скажем так, отделался лёгким испугом. Полицейские на минувшей неделе несколько раз искали воров товаров из магазинов. В одном случае молодой человек решил пронести мимо кассы несколько бритвенных станков на сумму более 4,5 тысячи рублей. Но были совершенно удивительные заявления. Так Саровченко просила найти забытый ею в поликлинике зонт. И как ни странно, зонт найден. Гражданка, которая его нашла, обратилась в полицию, сообщила о своей находке, и зонт был возвращен владельцем. Сотрудники полиции напоминают о том, что надо внимательно следить за своими вещами и не оставлять их без присмотра. Тем, кто нашел потерянные и забытые кем-то вещи, следует принести их в дежурную часть по адресу улицы Советская, дом 1.